Всем привет! Это Катя. Недавно мы с моей малышкой пошли в школу раннего развития. И с тех пор мне очень часто другие мамочки задают вопрос, а что же мы там такого делаем, как там с детьми работают, как детишка развивают. Сейчас вы знаете, что такое занятие. Очень легко организовать и дома. Достаточно иметь арсенал развивающих игр и час свободного времени у мамы. На одно занятие с ребенком примерно в 40 минут длиной потребуется где-то 6-7 развивающих игр. Почему именно столько? Потому что ребенок не может концентрировать внимание достаточно долго в таком возрасте на одной игре. Поэтому игра меняется каждые 5-7 минут. Если ребеночек заинтересовался и сидит играет дольше, дома в принципе можно играть и подольше. Я думаю, вы не ограничены временными рамками. А там как-то по времени и учитель, он задает темп, он ведет. Поэтому 5-7 минут меняется игра. Занятие обычно начинается либо с какой-то песенки с движениями, либо какой-то с игры с движениями. Такое, чтобы детки могли влиться в коллектив, все вместе соединиться, посмотреть, что каждый поет, каждый танцует вместе, каждый делает что-то вместе. Вот, например, наша учительница очень любит начинать с песенки про светлячка. Она поет и делает движениями, и ребятки за ней повторяют. Потерял в лесу фонарик светлячок, обыскал он каждый кустик и сучок. Она показывает какие-то движения, детки повторяют. Так вот фонарики зажглись, погасли, зажглись, погасли. Наша очень любит, она прямо эти фонарики даже дома делает. Упражнения какие-то с мячиком. Вот я дома сама делаю с ней. Вот с этим мячиком я уже показывала. Здравствуй, мой любимый мячик, скажет утром каждый пальчик. Я его сжимаю, никуда не выпускаю. Только брату отдает, брату мяч берет, ну и так далее. Наша учительница говорит, что детишки должны вот так вот, вот этот вот колюченький мячик такой, они должны его так сильно тереть, чтобы потом аж руки горели, чтобы зоны вот эти все разработались. И после того, как прошла эта вот зарядка, когда детки уже влились, все, начинается игра. В хорошем темпе учительница раздает им задания. В основном, конечно, это игрушки на моторику, то есть нужно будет просунуть что-то, да. Мне очень нравится, когда они подражают учителю. Она, например, берет большой пластмассовый разноцветный цветок, который состоит из нескольких элементов, раздает там каждому ребенку по такому цветку и говорит, сейчас мы его разбираем. А теперь, вот, вот мне нравится, что она все-все объясняет. А теперь она говорит, сейчас мы берем длинную зеленую трубочку, прям берет, показывает или характеризует, или все ребеночку рассказывает, да, и они все берут эту трубочку и вставляем широким концом, широким, то есть там есть узкий конец, а есть широкий, прям в желтую баночку. Представляете, и у них получается прям целый такой большой пластмассовый цветок, который там состоит из пестиков, тычинок, вот этих трубочек, зелененьких, желтеньких баночек. Очень-очень часто, по нескольку раз, учитель использует пазлы. Для начала она вынимает по одной частичке, и малыш должен вставить. Главное научить ребенка, как правильно вставлять один пазл в другой. Дети всегда пытаются ставить вот так вот, у них это не получается, их это бесит. Нужно правильно накладывать сверху один пазл, на другой. Играли с пазлами, пять минут, переходим к другой игре. Взяли мозаику. Но опять же, в мозаику мы сидим и играем не просто так, вот ребенок захотел, он тут втыкнул желтую мозаичку, захотел, здесь втыкнул синюю мозаичку. Нет, учитель говорит, и вы также своему ребенку, да, нам нужно построить дорожку, нам нужно построить желто-синюю дорожку. И тут сразу такой мыслительный процесс начинается, вы даже представить себе не можете. Как тяжело, это казалось бы так легко для нас, для взрослых, как тяжело построить желто-синюю дорожку. И сразу мы начинаем строить ее от края, потому что здесь очень много места, ребенок теряется, вот сразу начинаем строить ее от края. Желтую, а теперь выбирай синюю, а теперь выбирай снова желтую. И сразу так медленно-медленно процесс идет, когда ребеночек начинает выстраивать именно то, что вы ему рекомендовали. Когда ребенок сам строит, просто втыкает, это сразу очень быстро, вы сами заметите, как быстро все. А когда вот эта вот логическая последовательность должна выстроиться, вот это логическое мышление развивается. Мозаика, кстати, классная вещь. Ребенок разбирает пирамидку и должен собрать ее. Он же не может определиться сразу, как собрать, да? Учительница начинает говорить, найди, пожалуйста, самую большую деталь. Вот. А теперь какая из этих осталась самая большая? А теперь из этих самая большая. И вот так вот постепенно-постепенно ребенок собирает. Потом она вводит такие понятия, что справа, слева и между, да? Какая баночка стоит между красной и синей баночкой? Какая розовая? Вот эта вот между. Далее очень много игр на цвета. Опять же, у нее есть какие-то различные предметы, которые нужно разложить, соответственно, по цветам. То есть желтые крышечки и желтую там баночку. Желтые машинки там в желтый гаражик. Оранжевые крышечки, соответственно, в оранжевую баночку. Ну как это делается? Она просто вываливает кучу крышечек вот так вот прямо на середину комнаты. И кучу баночек детишкам. Они разбирают баночки, соответственно, по цветам. И они берут все эти крышечки, серединочки, и каждый в свою баночку раскладывает. Это похоже на это задание. Перед малышом... Ой! Также на середину комнаты разбрасываются такие вот картинки. Их много. Их не столько, сколько сейчас у меня. Их 40-50 штук. Они разбрасываются. И из этого всего множества каждому малышу дается вот такая вот лента. Например, разные ленты для малышей. И на эту ленту ребенок из всего этого множества должен найти именно те картинки, которые изображены здесь. Вот ребеночек находит бабочку и сюда ее подставляет, находит. Это я уже сделала. Кстати, смотрите, я дома сама ей сделала. Я не нашла такую игрушку в магазине. Видите? Из обычного пенопласта. Просто распечатала, наклеила. Дешево и сердито. Вот такие вот мягкие пазлы. Это отдельная тема. Я тоже купила их себе домой, потому что увидела, что Даше они нравятся. Нам дается по 5 таких пазлов. Ребеночек сам удаляет из них буквы. Они такие мягкие, посмотрите. Вот. И, соответственно, Даша пока, кстати, не очень может, видя вот такую вот дырочку, она еще не очень может распознать буковку. Но я ей подсказываю пока, что, я думаю, скоро она уже будет распознавать буковку. Еще я ей купила такие же штуки с цифрами, потому что вот цифры мы пока еще вообще не знаем. А в нашей группе вот ребята уже 2,5 годика знают цифры. Но считать-то мы умеем. Мы умеем считать от 1 до 10, и иногда с пробелами. Вот эти вот мягкие пазлы, это такая прелесть. Из них можно строить и дорожки, и кубики, и домики. Посмотрите, у меня какая штука получается. Ну что, я буду вам показывать все игрушки. Алгоритмы действия вы уже поняли. Каждые 5-7 минут меняется игра. В середине обязательно делается перерыв, где включается музыка. Детки бесятся, бегают, им выставляется горка, им выставляются дорожки, по которым они ножками ходят. такие вот, вот с такими вот поверхностями, тоже зоны какие-то чувствительные разрабатываются. Им кидаются шарики, они там бесятся, друг с другом бегают, и потом бам, музыка выключается, и снова начинается игра. 20 минут и 20 минут урок поделен на секции. И начинается, причем с такого, с чего-нибудь, вот например, с пластилина. Причем учитель им показывает, она им наглядно показывает. Все смотрят на учителя, не просто ребенку дается пластилин, и лепи что хочешь, нет. Дается пластилин, и учитель ей раскатывает, говорит, сейчас мы будем с вами раскатывать длинную-длинную змейку. Вот они раскатывают длинную-длинную змейку. Теперь мы будем делать из нее улитку. Смотрите, берем один кончик, это вот учитель все им рассказывает. И детки за ней раз-раз, и вот так вот повторяют. И скатывают, скатывают улитку. Посмотрите, какая улитка у нас получилась. Все показывают друг другу, улитку все смотрят, какие у них улитки получились. В нашей группе от 2 до 2,5 детки пыталась она приучить их к письму, пока что не пошло. Я думаю, со следующего года, может быть, пойдет. Ну, так, какие-то линии, кружочки, линии, они уже могут повторяться. На прошлом уроке она раздавала им игрушечные деревья, и там была куча-куча всяких яблочек, груш, разноцветных листиков, зеленых, красных, желтых. И она говорит, сейчас мы берем желтенький листик и вешаем его на ветку. А сейчас мы берем красное яблочко и вешаем его. И у всех получаются такие красивые, одинаковые деревья. Я тоже стараюсь играть дома с Дашей таким вот образом, но у нас не очень получается, если честно. Потому что, когда я, например, начинаю играть с ней вот в такие пазлы, я играю с ней минут 20, а то и 30. Она там все это, конечно же, молодец, хорошо делает, но вот этот вот темп у нас с ней не получается. У учителя получается этот темп, и каждая игрушка, которую она задумала взять в этом уроке из этих пяти или шести игр, она развивает конкретное умение или навык. Например, эта игрушка развивает память, это внимание, это мелкую моторику, это развивает, в принципе, кругозор, это то, это сё, это пятое-десятое. А мы вот 20 минут играем и развиваем одну моторику, понимаете? То есть у нас не получается такого комплекса с ней. А потом мне надо идти варить борщ. Я даю ей вообще мозаику, и она её собирает вообще как хочет, а не жёлто-синюю дорожку. Поэтому всё-таки есть смысл, да, водить ребёнка, потому что дома ты дома всё-таки, у тебя домашняя обстановка, а учитель — это есть учитель, который там работает, и у которого всё по плану, всё там распланировано, всё как надо. Ну что ж, если у вас есть достаточное количество времени, и вы можете переключать внимание ребёнка от одной игрушки до другой резко, и у вас есть душевные силы на это, и много игрушек дома, то дерзайте, я думаю, вашим деткам очень повезёт, если вы будете с ними вот таким вот образом заниматься. В принципе, алгоритм действий я вам рассказала, и я думаю, что вопросов уже не осталось, что мы там делаем. В конце, кстати, урок заканчивается обычно тоже песенкой какой-то, там типа голубой вагон убегает вдаль, и мы все убегаем, и до свидания, до свидания. Все детишечки там в кругу, они бегают, паровозиком друг за другом бегут, и всё такое. Если моё видео вам понравилось или было как-то полезно, я буду рада этому. Всё, пока-пока!